Сначала расскажу еще два маленьких сюжета на тему о том, что было в прошлый раз, для восстановления воспоминаний о том, что у нас происходит. Что же у нас происходило? Главное, что у нас происходило, это я нарисовал такую картинку. И объяснил, что на ней нарисовано. Вот, судя по тому, как ко мне люди подходили и спрашивали, даже многие поняли, что где находится на этой картинке. Ну, вот эта картинка называется Ласшкин хвост, является дискриминантом для такого уравнения пространства переменных А, В и С. Значит, еще две вещи, которые я хочу сказать, такие. Во-первых, про геометрию этой поверхности надо сказать, что вот эта поверхность является линейчатой. Линейчатая поверхность, например, в трехмерном пространстве, это поверхность, которая вся заткана прямыми. Оказывается, что эта поверхность, она вся состоит из прямых. Ну, вот, примерно, знаете, как вы, наверное, тоже в школе проходили, или, по крайней мере, на первом курсе, однополосный гиперболоид, как у Шуховской башни, он, значит, заткан даже двумя семействами прямых. Вот эта поверхность, она тоже вся состоит из прямых, хотя их увидеть здесь труднее. Почти через каждую точку этой поверхности проходит, по крайней мере, одна прямая, а вот через точки этой линии самопересечения проходят целых две прямых. Вот, разобраться, где тут эти прямые, это хорошая задача, я их тут рисовать не буду, но как понять, что они тут есть, что действительно все состоит из таких прямых линий? Ну, очень просто. Значит, надо вспомнить определение этой поверхности. Определение этой поверхности такое, это множество многочленов такого вида, имеющих кратный корень. То есть, иными словами, это множество таких точек А, В, С, что разрешима относительно их система, состоящая из того, что вот это выполнено, и еще производная этого многочлена в той же самой точке тоже обращается в ноль. То есть, следующее уравнение такое, 4х в кубе плюс, что тут надо написать? 2Ах плюс B равно нулю. Вот эта система должна быть совместной. Ну, да, и все такие наборы А, В, С, для которых эта система совместна, вот они там только и годятся. Ну, хорошо, тогда воспользуемся этим определением и зафиксируем какое-нибудь значение х. Взяли и зафиксировали. Тогда, если мы зафиксировали это значение, то мы получили сразу два уравнения, два линейных уравнения на А, В, С. Вот, в этом уравнении х уже является непеременной, он является наоборот коэффициентами. Вот, ну, это уравнение выделяет в нашем пространстве плоскость, в трехмерном пространстве выделяет плоскость точки А, В, С. Коэффициенты, которые удовлетворяют этому уравнению для данного значения х, значит, коэффициенты в этом уравнении будут х в четвертой и х в квадрате х, единица. Они образуют плоскость. Точки, которые удовлетворяют этому уравнению, образуют другую плоскость. Их положительное пересечение составляет такую прямую. Вот эта прямая, это будет прямая, состоящая из всех точек, из всех многочленов, которые имеют критическую точку вот в этом самом месте, для этого самого х. Ну, поскольку вся поверхность состоит из таких точек, которые, из таких наборов А, В, С, которые хотя бы где-нибудь, хотя бы для какого-нибудь х имеют критическую точку с критическим значением 0, то вот она вся обязана быть заткана такими прямыми. Это первое соображение. Ну и второе, значит, что, как я потом из вопросов понял, не все из вас понимают, вот это я рисовал такое длинное-длинное уравнение, которое выражает, которое является уравнением от А, В и С, которым А, В и С должны выговорить, чтобы они лежали на этом дискриминанте. Как оно выписано? Там вот выражение, стоящее из шести слагаемых, как оно получается? Как каждый из вас может вывести это уравнение, уравнение совместности? Вы знаете? Понятно. Нет, на самом деле я не спрашиваю. А кто-нибудь не знает, как, глядя вот на такую систему, получить уравнение на А, В и С, которым А, В и С должны выговорить, чтобы система была совместной? Знаете? Ну смотри, кто не знает? Кто знает? Папешки. Да, так, 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 еще раз поднимите. Так, вот скажите нам, как это надо сделать? Алгоритм Евклида. Вот, правильно, молодец. Значит, если мы знаем, что есть какой-то х, который удовлетворяет этому уравнению и этому уравнению, тогда, значит, можно что сделать? Надо взять вот этот многочлен и поделить на этот многочлен с остатком. Получится вот этот многочлен, допустим, он называется P, он будет равен, ну в этом случае он будет равен Q. Вот этот многочлен, пусть этот многочлен называется P, этот многочлен называется Q, значит, в этом случае P будет равен Q умножить на, ну какой там коэффициент? Их, их, деленное на 4. Плюс какой-то многочлен R. А многочлен R будет какой-то многочлен в степени строго меньше, чем это, то есть это многочлен в степени 2. Ну, в этом случае он будет многочлен в степени 2. И совместность, условия совместности этой системы эквивалентна тому, что совместная будет система, состоящая из многочлена Q и многочлена R, которая уже, ну, проще, это два многочлена, один в степени 3, другой в степени 2. Тогда надо продолжить так же, поделить Q с остатком на R, остаток будет в степени 1, потом еще раз это продолжить, и в самом конце у нас степени 1 по X. В самом конце у нас что получится? У нас получится как бы многочлен, уже X вообще не содержащий. Это будет какое-то выражение от A, B и C, которое тем самым обязано обращаться в 0. Для того, чтобы все было разрешено, вот получившееся выражение от A, B и C должно просто обращаться в 0. Ну, вот мы на него посмотрим, и, ну, если мы вот так вот тупо будем проводить, там у него будут, это будет какая-то дробь, мы от всех знаменателей избавимся, и у нас получится многочлен, который я вам и писал. Вот, это просто, ну, с одной стороны, долг с прошлого раза, а с другой стороны, напоминание. Теперь. Теперь возникает следующий сюжет, я еще про, поговорю про эту картинку и про такие вот системы уравнений. И введу я еще два слова. Значит, тут было слово дискриминант у нас. Сейчас я введу еще два слова, которые называются так. Так, каустика и множество Максвилла. Что это такое? Вот мы рассматриваем множество всех таких многочленов. Вот оно тут изображено. Я уже рисовал графики этих многочленов, они устроены по-разному. И в прошлый раз мы обращали внимание вот на какое условие. Мы считали дискриминирующим условие такое, что у многочлена должен быть кратный корень, то есть это то же самое, что график должен в какой-то точке касаться оси Х. А можно рассмотреть вот какое условие. Вот мы смотрим на этот график. И все точки его, все его критические точки, критическая точка, ну давайте я напишу, значит, слово критическая точка. Вот еще одно слово, которое надо знать. Критическая точка функции. Ф. Это что такое? Ну, это вы, наверное, уже знаете. Значит, Х является критической точкой функции Ф. Это просто условие, это просто такая точка, когда Ф' в этой самой точке Х равно нулю. То есть в этом случае вот эти три точки, это, это и вот это будут критическими точками нашей функции. Понятно? Ну, обычно, когда мы смотрим на функции от одной переменной, такие точки оказываются либо точками минимума, либо точками максимума. Вот здесь у нас две точки минимума, одна точка максимума. Но бывают, как вы уже проходили, я думаю, еще и такие ситуации, что точка у нас критическая, она не является ни точкой минимума, ни точкой максимума. Например, если у нас функция там вида Х в кубе плюс С, вот такого вида, то производная, конечно, в нуге равна нулю, ну, а это ни точка, ни минимум, ни максимум. А происходить это может только тогда, когда не только Ф' равно нулю, но и Ф' равно нулю. Если не только Ф' в точке Х равно нулю, но и Ф'а, вторая производная тоже равна нулю, тогда вот у нас может возникать какая-то такая неприятность. Кстати, может оказаться, что все-таки у нас имеется минимум, например, если это функция типа Х4, вот у нас все-таки минимум, а это условие выполнено. Ну, ничего страшного. Значит, мы будем называть критические точки вырожденными, или, как говорят, неможенскими, если у нас в этой точке не только Ф' равно нулю, но и Ф2' тоже равно нулю. Например, функция Х4 тоже имеет в ныне вырожденную критическую точку. Так вот, каосника – это множество таких функций, вот такого вида, или множество таких точек А, В, С, таких, что соответствующая функция этого вида имеет хотя бы одну вырожденную критическую точку. Каустика – это когда существует вырожденная критическая точка. Где у нас тут на этой картинке изображена каустика? Найдите мне ее. То есть, она не изображена, конечно, а вот подскажите мне, как ее изобразить. Вот этот вот крюв. Он, конечно, лежит на каустике, это правильно. Но это не вся каустика, потому что, значит, когда я говорю про каустику, я не требую, чтобы в этой точке Ф равнялась нулю. Вот у нас на этой поверхности Ф равно нулю, Ф штрих равно нулю в какой-то точке одновременно. А каустика – это когда есть выраженная критическая точка, может быть, вот такая. Может быть, то есть, не такая, но вот, может быть, вот такая. То есть, значение функции в ней не обязано равняться нулю. А вот первая производная и вторая производная одновременно обращаются в ноль. Тогда как увидеть эту функцию? Как увидеть это множество здесь? Что? Ну, фактически, да. Фактически, значит, в случае функции от одной перемены это дискриминат для производства. Совершенно правильно. Где это на этой картинке? Ну, это очень просто. Значит, если у нас функция вот такая, у нее вот есть такая неприятность, да, в какой-то точке, то к ней можно добавить константу, так что это значение станет нулевым. Ну, и тогда мы действительно знаем, что если к тому же еще это значение равно нулю, то мы находимся вот на этом множестве. А вся каустика состоит из таких точек, к которым можно прибавить константу С, как изменить константу С, не меняя ничего другого, так что мы попадем на эту кривую. Ну, ось С у нас, как известно, направлена вот сюда, поэтому каустика здесь будет вот чем. Она будет таким цилиндром. Мы берем вот эту кривую и через каждую точку этой кривой проводим вертикальную прямую. И то, что эти вертикальные прямые заметут, это и будет каустика. Она такая достаточно неинтересная, это цилиндрическая поверхность, она вся состоит из таких вертикальных прямых. Ну вот. Значит, как называется такая поверхность, вот, которая заткет в этом случае, заткут эти прямые. Ну, я ругался этим словом в прошлый раз, это опять-таки будет полкубическое ребро возврата. Понятно почему? Вот. Ну, на самом деле, когда мы смотрим вот на это уравнение и хотим понять, где у нас каустика, то даже неинтересно смотреть на константу, потому что, ну как, мы знаем, что от константы ничего не зависит. Если мы константу поменяем, то если точка была на каустике, то она останется на каустике, если не была, то не будет. Поэтому для того, чтобы разбираться с каустикой, полезно просто вот в этом случае рассматривать укороченное уравнение. Вот укороченный такой многочлен. И просто смотреть, вот для каких А, В и С, значит, пусть это функция F называется, для каких функций F, для каких значений А, В и С, соответствующая функция F удовлетворяет такому условию, что найдется функция F такая, что F' от X равно 0, F' от X равно 0. Вот. Эта задача на самом деле, что я говорю, С тут не надо было рисовать. Эта задача от С вообще не зависит. Эта задача на самом деле, она находится в пространстве переменных А и В. И в этом пространстве она решает, вот как мне уже тут, решается каким образом, как мне тут уже подсказали. На самом деле, можно понять, что надо просто вместо F сразу рассмотреть производную этой функции. 4X в кубе плюс 2AX плюс B. Да, и каустики во всем этом пространстве будет соответствовать просто дискриминант вот этой функции. Значит, если мы, вот эта функция F', нам надо, чтобы в какой-то точке эта функция обращалась в 0 и ее производная, вот эта, тоже обращалась в 0. Ну и понятно, что, ну вот это, эта задача, это практически та же самая задача, которую мы рассматривали раньше для уравнения, какого? X кубе плюс, там, АX плюс B, да. Ну, только давайте, значит, что там, все поделим на 4, тогда здесь будет X в кубе, здесь 1 вторая, А плюс B делить на 4. Ну, и в этой плоскости растянем координату А в 2 раза, координату B растянем в 4 раза, и мы пришли от этой задачи к этой задаче. А качественно все будет точно таким же. Значит, в этом пространстве хаустика будет выглядеть вот таким образом, ну, только вот она будет немножко так продеформирована, значит, по координатам, там, какое-то растяжение будет по координатам А и B. Вот, а вообще, а в этом пространстве она будет выглядеть вот так, вот такое вот, такое ребро возврата. Кстати, можно было задаться вопросом, а что является каустикой прямо вот для этого уравнения, вот для этого уравнения, для исходного X в кубе плюс AX плюс B равно 0. Вот мы разобрались, какой у него будет дискриминат, дискриминат у него вот такой, а какая у него будет каустика. Вот у него дискриминат здесь, значит, что тут? Это A, это B, это B, каустика где? Не точка, это опять будет прямая, вот вся эта прямая, это сплошь, это все каустика. Если A равно 0, то все функции вида X в кубе плюс B лежат на каусти, у каждой из них есть критическая точка, вырожденная. А какое в ней значение, критическое значение в ней будет B, но это нас не интересует, нас интересует только то, что точка будет вырожденная. Вот, но это тоже вот такое множество, которое как-то разделяет все наше пространство. И вот есть еще одно слово множество Максвелла, которое тоже очень важно здесь. Это вот что такое. Это опять-таки мы смотрели вот на график функции какой-то такой. С ним могут происходить такие неприятности. Значит, этот график может касаться оси X, тогда у нас, мы говорим, что соответствующая функция лежит на дискриминации. У него может быть вырожденная критическая точка, тогда мы говорим, что он лежит на каусте. А еще бывает, для топологии важно, еще одна неприятность, которая может случиться, это, если у этой точки есть две разных, если у этой функции есть две разных критических точки с одинаковыми критическими значениями. вот такая ситуация. Это в топологии, в теории Морса и во многих других задачах это тоже бывает важно, это в некотором смысле бывает хорошо, а в других смыслах это бывает плохо. Вот такое множество тоже в этом пространстве, оно важное. где оно тут находится? Да, линии самопересечения и опять-таки множество прямых вертикальных проходящих через эту точку. Правильно. Опять-таки, при рассмотрении этой задачи нам достаточно ограничиваться вот этим урезанным видом. это будет плоскость и в этой плоскости множество Максвелла выглядит вот, оно лежит вот здесь. Оно выглядит так вот, ну а во всем пространстве это будет такая полуплоскость, выходящая вверх. Ну я немножко не точно сказал, на самом деле множество Максвелла это замыкание этого множества. То есть, если у нас есть вот эти точки, мы идем в пространстве функций, имеющих такую ситуацию, имеющих такую неприятность, в пределье мы можем подойти, ну например, вот прямо к этой точке, где будет у нас корень третьей степени, то есть, устроена как x4, это находится в замыкании, такая предельная точка, она тоже относится к множеству Максвелла. Вот я рассказал про эти еще два слова, множество Максвелла, каустика, для особых точек, вот для функции такого вида x4. по ходу дела я напомнил, что такое слово критическая точка, но еще и слово критическое значение. Критическое значение – это значение функции в ее критической точке. Вот, например, у этой функции критическое значение, одно – ноль, другое – вот это значение, а третье – вот это значение. Ну, вот вам задача. Давайте задачу. Ну, вы не обижайтесь за эту задачу, кто-нибудь может обидеться, но я все-таки вам дам такую задачу. Вот рассмотрим множество многочленов такого вида. В пространстве многочленов такого вида, как выглядит каустика. Ну, как я уже сказал, от D тут ничего не зависит. Давайте на D не смотреть. Рассмотрим ограниченную такую деформацию. И в ней что будет соответствовать каусти? Как она будет выглядеть? Как лазочный хвост? Ну, конечно. Опять-таки, в силу вот этого соображения, ну, там как-то немножко растянуть надо будет эти оси. В пять раз там что-то такое. В три пятых раза. Вот. Но вообще, конечно, она вся сведется к лазочному хвосту. А с множеством Максвелла уже будет посложнее. Это уже некоторая задача. Ну, кстати, это задача, с которой бывает полезно разобраться. Вот. Это, значит, ну, сейчас более-менее такой игрушечный пример закончился. И сейчас я хочу перейти ко всем вот этим вещам, к дискриминантам, каустикам и множествам Максвелла для произвольных семейств функций. Ну, для начала, например, для функций от одной переменной. Значит, что это имеется в виду? Вот. Тут имеет... Вот то, что тут написано, это семейство функций от х, зависящих от параметра, пробегающего в трехмерное пространство. Значит, у нас есть параметры А, Б, С, которые бегают где-то в трехмерном пространстве. К каждому из значений вот этого трехмерного параметра соответствует своя функция. Ну, конечно, полиномы – это такая очень приятная... Это приятный такой набор функций, но вообще-то функции полиномами не ограничиваются. И мы вполне могли вместо вот такого семейства функций рассмотреть какое-нибудь другое семейство функций. Ну, например, там... Какое бывает семейство функций? Например, там, например, семейство функций Ахинус х плюс Бхосинус х плюс С. Или там вместо просто С мы могли бы написать С на логарифм х. А вместо синуса там еще что-нибудь могли бы написать. А могли бы вообще там... Вообще очень много чего можно было бы сделать. Вот. Семейство функций, зависящих от параметра, очень много. Что такое вообще семейство функций, зависящих от параметра? Вот, например, у нас есть переменная х и параметры, ну, например, А, В, С. Что такое семейство функций, зависящих от параметра? Это просто одна функция, зависящая от четырех переменных. f от х, А, В, С. Например, это может быть многочлен от этих четырех переменных, а может быть совершенно произвольная функция, которая даже никакой приличной формулы не выражается. Вот. Эта функция, она принимает значение в каждой точке такого четырехмерного пространства, в каждой точке четырехмерного пространства, какое-то значение, ну, например, вещественное. Тогда мы можем это четырехмерное пространство посечь прямыми. Для каждого, ну, как бы вертикальными прямыми. Сказать, что горизонтальная плоскость – это плоскость с координатами А, В, С, а вертикальная, прямая – это, там, х. Ну, впрочем, горизонтальная, вертикальная – это все условно. И мы все ее рассекаем такими прямыми. Для каждого значения А, В и С у нас мы рассматриваем соответствующую прямую, на которой координатой является х. Ну, вот эта прямая зависит от А, В и С. И тогда в ограничении на эту прямую мы получаем какую-то функцию. Это уже будет функция от одной переменной. и ее можно обозначить так – f от х с параметрами А, В и С. Функция от х, которая задана параметрами А, В и С. Понятно, что происходит? Или уже несколько туманных. Ну, вот, например, здесь написана функция явно от четырех переменных. И для каждого значения А, В и С мы рассматриваем соответствующий многочлен от четвертой переменной, от х. Или лучше считать, что от первой переменной, от х. А когда мы немножко поменяли эти параметры, это будет другая функция. Ну, такая, достаточно близкая от нее, но немножко другая функция. Вот. То, что получается, называется функцией от х, зависящей от параметров А, В и С. Ну, на самом деле, все вы, наверное, готовились к каким-нибудь экзаменам, проходили какие-то самые, как это называется, уравнения с параметрами, неравенства с параметрами. Но это, если честно, то они и есть. Но вот на это надо смотреть таким образом. И вот мы рассматриваем такое семейство, уже совершенно общее. И опять-таки, смотрим вот на эту функцию. Вот зафиксировали какие-то значения А, В, С. Смотрим на соответствующую функцию от одной переменной. И спрашиваем. Ну, там, рисуем ее график, например. Вот какой-то график. И смотрим, а не будет ли этот график плохим в каком-то смысле. А не будет ли он касаться оси х? А не будет ли он чего-нибудь еще? Не будет ли у него выраженных критических точек? И если он, если у него, например, есть, если, например, этот график касается оси х, то мы говорим, что соответствующая точка, вот, соответствующий параметр, пространственный параметр, А, В, С, принадлежит дискриминанту вот этого семейства, уже обобщенного семейства. Не вот этого специального семейства, состоящего из полиномов, а просто для семейства вот такого. Ну, а если у нас, ну, и дальше вы можете продолжить, что если у нас окажется, что у этого графика есть такая вот горизонтальная касательная с перегибом, то есть в которой f' и f' равно 0, то соответствующая точка, соответствующий параметр называется каустическим. В этой точке мы имеем каустику. Есть проблемы? Все, 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 пока. Ну, вот, это прямое обобщение вот того, что было раньше, ну, вот просто раньше был вот такой специальный класс функций, очень интересный, но сейчас очень интересный и на самом деле такой универсальный, он описывает то, что происходит. С помощью него можно объяснить, что происходит в общем случае. Но все-таки вот общий случай тоже существует, и тем самым в пространстве, вот уже в пространстве параметров, это будет R3, вот в этом пространстве, у нас возникают опять-таки какие-то поверхности, вот, ну, в общем, какие-то подмножки, ну, в R3, да, если в R3, то это будут тоже поверхности, которые будут дискриминантами, дискриминантом этого семейства, множество максимума этого семейства, каустика этого семейства. Вот они как-то лежат, они как-то друг к другу подходят. Спрашивается, как они будут там выглядеть. Как вы думаете, как они там будут выглядеть? Какие, ну, вообще говоря, совершенно непонятно. Вот если мы, если наше семейство совершенно произвольное, то они могут выглядеть совершенно ужасным образом. Например, может оказаться, что эта функция от А, В и С вообще не зависит, что это вот, что F от А, от X, А, В, С, это просто одна функция, там, X в четвертой, вот. Да? А от А, В и С она вообще не зависит. Тогда вообще все это R3, оно все лежит и в каустике, и в дискриминанте, и в множестве Максвелла. Совершенно выраженный случай, когда это даже не поверхность, а вот просто все пространство. Но в жизни так не бывает. Вот когда мы говорим про какое-то семейство, то все-таки, если мы предполагаем, что это семейство, оно не приснилось нам в кошмарном сне, или там не выдумано для того, чтобы придумать пример к тому, что говорит наш собеседник, если она пришла каким-то образом из природы, то вот так не бывает. В природе возникают семейства, как говорят, общего положения. Что такое общее положение, я сейчас попробую объяснить. Давайте рассмотрим вот эту же самую ситуацию, вот какого вида. мы рассматриваем функцию, зависящую от двух переменных, f от x, альфа, бета. Два переменных. То есть переменная одна, а параметры два. Да, переменная одна, а параметры два. И все функции этого семейства имеют вот такой вид. Каждая из этих функций, это какой-то на самом деле многочлен четвертой степени, вот такого вида, в котором вот эти параметры a, b, c, эти коэффициенты a, b, c, каким-то образом зависят от альфа и бета. То есть эта функция имеет такой вид. x четвертая плюс a, каким-то образом зависящая от альфа и бета, x квадрат, плюс b, каким-то образом зависящая от альфа и бета, x, плюс c, зависящая от альфа и бета. Вот мы рассматриваем такое уравнение. И такое уравнение, вот такое двупараметрическое семейство. Тогда как понять? Вот оно зависит от двух переменных, от двух параметров. Вот плоскость этих двух параметров альфа и бета. Как будет выглядеть дискриминант в этом множестве, каустика в этом множестве, множество Максвелла в этой плоскости? Как это понять? Да, да, правильно. Вот эти три функции, значит, вот эти три выражения, они задают отображение вот этой плоскости вот в это трехмерное пространство. К каждой точке альфа и бета мы ставим в соответствии какую-то точку здесь, которая выражается вот этими тремя функциями. Мы пишем, это точка А от альфа и бета, B от альфа и бета, и C от альфа и бета. Какая-то точка здесь. И так для каждой точки этой плоскости. Таким образом мы получаем какое-то отображение этой двумерной плоскости в это трехмерное пространство. Как-то она туда отображается. И что мы можем сказать? Есть ли, что понимается под тем, что это отображение общего положения? Значит, есть такой постулат, что если наше семейство общего положения, если это семейство возникает каким-то образом из естественной задачи, из физической задачи, то с вероятностью единица это отображение будет общего положения. А что значит, что оно будет общего положения? Есть некоторые интуитивные понятия. Точно я определять не буду, но давайте посмотрим. Может ли быть так, что оно возьмет и пройдет через эту точку? Маловероятно. Мы берем какую-то двумерную поверхность случайным образом в трехмерном пространстве, с чего бы ей пройти через одну выбранную точку? Ну, маловероятно. С вероятностью единицы этого не случится. Отбросили эту возможность. Еще чего не может быть. Она не может коснуться вот этого страта. Ну, зачем она его коснется? Случайно, вот у нас есть какая-то линия. Случайная поверхность, она его пересечет вот так вот, а касаться его не будет. Ну, и также она не коснется нигде вот этой самой поверхности дискриминанта. Ну, не коснется вот. Значит, все точки пересечения этой поверхности с дискриминантом, они будут вот такие вот. Ну, правда, тут еще надо сказать, что если это какое-то отображение, то вообще говоря, у него у самого могут быть особые точки в этом пространстве. это может быть. Ну, про это я пока помолчу. Но, кстати, эти особые точки вообще на этот дискриминант не попадут. Так что про них можно не думать. Вообще говоря, если мы рассматриваем, какое попало отображение двумерной плоскости в трехмерное пространство, у него могут быть особые точки, вблизи которых наша поверхность устроена как так называемый зонтик Уитни или зонтик Келли. Вот такая поверхность. Представляете, что это такое? Это поверхность, заданная условием х квадрат равно з у квадрат. Она выглядит так. Значит, когда з отрицательна, то тут точек нет. На самом деле, если смотреть на это уравнение, то там будет такой хвостик, но сейчас мы на него не смотрим. А когда з положительно, в плоскости, значит, когда мы пересекаем наше пространство плоскостью з равно какой-то константе, большой константе, у нас будет в этой плоскости, в этой плоскости у нас есть координаты х и у, там это будет пара пересекающихся прямых. Когда з уменьшается, то эти две прямые становятся почти касательными, в момент, равный нулю, они совпадают и исчезают. Вот есть такая поверхность, которая вот в таком отображении может случайно появиться. Но такая особенность, вот все точки, да, вот такая особая точка, но это только точка будет в нашем трехмерном пространстве, и она, скорее всего, на дискриминат не попадет. Поэтому, что? Да, общего положения. Если отображение, если наше отображение общего положения, то самое худшее, что с ней может случиться, это вот такие особые точки, ну и, конечно, самопересечение. Конечно, эта поверхность, она как-то отображается в нашем пространстве, она может так как-то отобразиться, пойти, пойти и самопересечься. И где-то на конце этой линии самопересечения, ну, эта линия самопересечения может как-то замкнуться, может уйти на бесконечность, может воткнуться в такую точку. Это бывает. Но в любом случае особенно страшного от этой точки ничего не происходит, потому что она, скорее всего, ни на дискриминат, ни на каустику, никуда она не попадет. А просто надо взять, посмотреть, куда она переходит, посмотреть на эту поверхность, посмотреть, как она пересекается, например, с дискриминатом, и взять прообраз этих точек, взять те значения α и β, которые при этом отображении переходят в точку дискриминанта или чего-нибудь еще. Ну вот, если наше отображение было общего положения, то оно, например, вот эту линию, она будет пересекать вот так вот. Вблизи этой линии дискриминант устроен, как мы знаем, как прямое произведение. Полукубической параболы напрямую. Поэтому, если мы его пересечем, то вот в этой секущей плоскости у нас просто высечет стандартная полукубическая парабола. Ну там, геометрически она будет выглядеть, как полукубическая парабола. Как вот такой вот КАСП. Вблизи пересечений, просто с неособыми точками дискримината, ну так отображение оно и будет не особым. Это будут просто не особые ветви этой кривой. Вот что происходит, если у нас было семейство общего положения. Значит, из этого мы получаем, что если у нас вот семейство вот такое вот общего положения, то все особенности, которые у нас возникнут, это просто вот что. Это все, например, дискриминант нашего семейства, он будет выглядеть таким образом. Он будет состоять из неособых таких кривых и точек, в которых он выглядит, как полукубическая парабола. Эти точки будут происходить из, будут возникать в тех значениях альфа и бета, которые переходят вот в такую точку дискримината, и вот в этой точке вот трансферсально ее пересекают. Ну, почти то же самое можно сказать про каустику. Можно то же самое сказать про каустику. Ну да, каустика здесь устроена тоже столь же просто, она тоже является полукубическим ребром возврата, и когда мы нашу поверхность сюда отображаем, ну, в крайнем случае она в каких-то точках ее пересечет, и то прообраз этого пересечения, те точки, которые переходят, те точки альфа и бета, которые переходят в точку каустики, ну, они тоже будут высекать здесь какую-то кривую, они будут лежать на какой-то кривой, которая состоит из неособых компонентов, и какого-то числа точек вот таких, где она выглядит как полукубическое ребро возврата. А прообраз множества Максвелла как будет выглядеть? Какие у него будут? Что? Что-что? Да, да, у него будут гладкие компоненты, гладкие участки. Еще будут такие. Эти гладкие участки, в отличие от того, что было раньше, эти гладкие участки могут затыкаться в какую-то точку. Потому что здесь же что такое? Вот на этой картинке множество Максвелла, оно образует полуплоскость. Да, оно образует полуплоскость. Мы берем все точки вот этой линии самопересечения, через все них проводим вертикальные прямые. Они заметают просто некоторую полуплоскость в этом пространстве. Когда наша поверхность сюда отображается, она эту плоскость, если она пересекает ее во внутренних точках, то при этом возникают здесь просто не особые компоненты. А там, где она пересекает границу, ну там возникает конец этой, там эта кривая обрывается. Чему это соответствует? Ну это соответствует тому, что у нас было… Неправильно. Вот у нас эта функция, у нее вот эта точка, это значение параметра, ему соответствует какая-то функция, эта функция лежит на множестве Максвилла, то есть значения в какой-то паре критических точек у нее одинаковые. Кстати, если функция такая более сложная… А, ну да, не будем пока… Значит, ну, например, вот так. Вот для этой точки была какая-то такая ситуация, потом мы идем к этой… Вот сюда, это чему соответствует? Тому, что эти две критические точки, они по-прежнему остаются на одном уровне, но они друг к другу сближаются. И в самом последней ситуации они превращаются в точку такого типа х в четвертой. Ну там, х в четвертой плюс констант. Они сгибаются, это будет соответствовать вот этой крайней точке. И после этого они выходят вот сюда. Ну, типичный пример вот такого семейства, вот как выглядит. Просто мы берем функцию х в четвертой плюс тх квадрат. Тогда при т отрицательном у нас будет вот такая ситуация, когда т стремится к нулю, эти две критические точки стремятся к друг другу. При т равном нулю у нас получается просто функция типа х в четвертой. И после этого у нас просто остается уже одна критическая точка, и про Страт Максвелла вообще говорить не приходится. Одна критическая точка, причем такая невыраженная. Про Страт Максвелла уже говорить не приходится. Ну да, да. Значит, если у нас вся задача такая комплексная, если все функции продолжаются в комплексную область, то да, то можно это рассматривать как то, что эти две критические точки уползли в комплексную область. На самом деле можно вспомнить тут про этот хвостик, через него там тоже можно провести эти прямые, и там окажется, что в этом случае оно так туда уползло, и про эти критические значения в комплексной области уже тоже что-то можно сказать. Ну, в общем, вот так оно происходит, когда мы взяли двупараметрическое семейство, функции вот такого вида. Теперь главный философский момент состоит в том, что можно отрешиться от того, что мы это двупараметрическое семейство реализовали вот в этом все-таки специальном пространстве, а можем то же самое, точно так же апеллировать к бесконечно мерному пространству вообще всех функций. Мы рассматриваем вообще все функции от х. Пространство, значит, у нас есть такое бесконечно мерное пространство, я так и напишу, это R-бесконечность. Его точки символизируют, его точки – это всевозможные функции от х. Вообще все, ну там, все, например, все бесконечно дифференцированные функции от х. Такое бесконечное мерное пространство, которое воображать в себе плохо, но иногда приходится. И в этом пространстве тоже есть, тоже можно говорить про то, что в нем есть и страт Максвелла, и дискриминант, и каустика. Ну просто та функция, у которой есть пара, например, критических точек с одинаковым критическим значением, мы говорим, что эта функция принадлежит множеству Максвелла. Она лежит в таком бесконечном мерном пространстве, про которое думать противно, ну давайте говорить, что вот она там лежит, и вот она лежит на множестве Максвелла. А если у нее есть критическое значение 0, то она лежит на дискриминании. И это бесконечное мерное пространство, ну вот в нем тоже есть эти самые поверхности, которые являются поверхностями, размерности там бесконечный минус единица, они его разделяют каким-то образом. И важная вещь вот какая. Если у нас есть любое совершенно семейство, параметрическое семейство функций, например, функции, зависящие от двух параметров, но уже не такого вида, а совершенно произвольное семейство функций, зависящих от двух параметров, то его можно рассматривать таким образом. Вот у нас есть два параметра альфа и бета. Мы его рассматриваем как какое-то отображение вот этой плоскости с координатами альфа и бета в это абстрактное пространство всех функций. И оказывается такая вещь, что опять-таки, если наше семейство не абы какое, а возникает из физики, если оно общего положения, то оно будет, как говорят, правильным образом пересекать и дискриминаты, множество Максвелла, и каустику в этом пространстве. Это значит, что прообразы этих множеств будут выглядеть стандартным образом. Они будут выглядеть так же, как я говорил. Вот это будут, в случае дискриминатной каустики, это будут только гладкие линии, каустики, 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 каустики. Могут быть самопересечения этих кривых. Конечно, возникают. Конечно, возникают эти особенности, но они имеют, как говорят, большую коразмерность. Возникают страшные новые особенности, но вероятность того, что мы, когда мы задаем двупариметрическое семейство, то есть отображение двупариметрической двумерной плоскости в это пространство, вероятность того, что мы напоримся на такую особенность, она опять-таки ничтожно мала. Вот здесь мы даже говорим, что не могли даже на особенности типа х4. А еще более сложные особенности, они образуют множество, ну так, ну вот в пространстве, например, всех функций, особенности вот такого вида образуют подмножечко-размерности 3. То есть для того, чтобы на него нарваться, надо хотя бы трехпараметрическое семейство иметь. А если у нас двупариметрическое семейство, то даже на такие мы не поменим. А уж для того, чтобы попасть на еще более сложные, и трехпараметрического семейства не хватит. Поэтому каждый раз, когда мы говорим, что мы рассматриваем там пятипараметрическое семейство, то надо подумать, какие там бывают особенности, какие могут встретиться особенности, такие, что вот в параметрическом семействе они могут возникнуть. И оказывается, что для того, чтобы разобраться с этим, достаточно рассмотреть многочлены степени, ну там если было пяти, то там начиная с х в шестой, вот такой же многочлен, то есть х в шестой плюс а, там х в четвертый плюс, вот. И все, что мы там встретим, все неприятности, которые там встретим, вот на них мы можем попасть. А на более сложные не можем. Да. Да, 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 да. А бывает ли такое, что мы будем применять семейство, есть какая-то особенность, которая кипична, но в случае станут различные семейства, или нет? Нет, нет. Значит, вот, вот, само вот это семейство, оно само по себе является типичным, примером типичного семейства, зависящего от трех переменных. Оно само, как бы, вот оно, оно лежит вот в этом бесконечном пространстве, бесконечном мерном пространстве, правильным образом. Вот. И то, что там встречается, то уже неустранимо. Если мы, понимаете, значит, тут важно еще вот что, что когда мы вот так вот грубо пересекли эту линию, то мало того, что мы можем сказать, что это может встретиться, мы можем еще сказать, что уж если это встретилось, то оно встретилось неустранимо. Если мы так пересекли, то если мы немножко пошевелим эту поверхность, то это пересечение не пропадет. Надо сильно пошевелить, вот мы пересекли здесь, чтобы оно исчезло, мы должны вон туда закинуть. А если мы немножко пошевелили, то это пересечение никуда не исчезнет, и для соседних, для похожего семейства по-прежнему окажется, что эти особенности будут такими же, и вся картинка вот этих дефоркационных множеств будет той же самой. Вот такая философия, которую, для обоснования ее в науке есть разные хорошие слова, там теорема трансверсальности и так далее. Ну, в общем, есть целая наука, как это обосновывать. Но философия такая, что вот есть особенности, есть в пространстве функции, есть особые страты, и отображение семейства общего положения, его надо рассматривать как отображение туда, которое к этим стратам, к этим множествам находятся в отношении к ним в общем положении, и высекаемые им особенности, особое множество, дефоркационное множество будут типичными. Вот такая философия в общих словах и при некотором махании руками. теперь я поговорю еще. Вот тут была такая противная абстрактная часть. Сейчас я поговорю еще про примеры. Вот тут были примеры таких семейств. Сейчас я поговорю еще про некоторые примеры семейств функций, которые, в частности, объясняют слово «каустика». Они объясняют слово «каустика» и тут возникнет еще одно слово «волновой фронт». Это будет несколько новая наука. Значит, в этой науке произносят слово «каустика» и «волновой фронт». «Каустика», которое произносят в этой науке, в точности соответствует той каустике, которая была у нас до этого. А слово «волновой фронт», которое произносят в этой науке, соответствует тому, что раньше называлось дискриминантом. Сейчас я про это расскажу. Это наука про распространение волн. И про солнечные зайчики. Ну, такой пример классический, который точно уже есть на всяческих логотипах. В частности, если не ошибаюсь, на логотипе серии... На чего? А? Про эллипс, про эллипс, да. А, да, вот. Да, 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 да. Вот. Рассмотрим. Ну, как говорят... Ну, ладно. Вот я нарисовал, ну, не то чтобы эллипс, вот такой вот, ну, как бы излучающий... Будем называть эту штуку излучающей поверхностью. Значит, сейчас я поговорю про распространение волн в плоскости. Ах, смысл этого вот какой. Вот это у нас, ну, допустим, что это какой-то таз с водой. Это его граница. А здесь он наполнен водой. И в какой-то момент мы взяли и ударили по этому тазу. Пошла волна внутрь. Как будет выглядеть эта волна через какое-то время? Как она будет выглядеть? Ну, значит, если исходить с точки зрения геометрической оптики, она пойдет так. Значит, надо в каждой точке для каждого значения эпсилон отложить нормаль длины эпсилон, ну, там, или эпсилон, умноженный на длину распространения волны. Если мы хотим понять, что произойдет через время эпсилон, то надо взять эпсилон, умножить на скорость распространения волны, ну, и отложить нормаль такой длины. Значит, через, ну, сначала это фронт волны, куда она дойдет, это будет такая гладкая поверхность, гладкая кривая. К каждой точке возмущенной поверхности будет соответствовать одна точка. Вот. Ну, какое-то время так будет происходить. В какой-то момент возникнет неприятность. Ну, там, да, вот здесь оно какое-то время будет происходить. Вот примерно в этой точке, когда она докатится до этой точки, здесь возникнет некоторая неприятность. здесь уже эта поверхность будет не совсем гладкой. вот, вот, если мы берем концы всех этих норманий, то в этой точке их соберется много. вблизи этой точки соберется много таких концов норманий, исходящих из разных достаточно близких точек. Что произойдет дальше? Что? Нет. Нет. Значит, произойдет вот что. Да, это, конечно, 4 третих. А сразу после этого на этой поверхности возникнут рожки. Вот. Как мы уже знаем, вот так вот они возникнут. Понятно? Вот. Вот. Потом они начнут разрастаться. И заметут такую вот поверхность. Ну, не поверхность, кривую. То есть, в следующий момент оно будет как выглядеть? Оно будет выглядеть вот так. 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 Ну, не, не. В следующий момент. Вот. Так. Так. Уже такие рожки будут побольше. Ну, конечно, они должны быть симметричными. Я тут плохо рисую. Что произойдет дальше? Ну, вот. Они разрастутся. Эти линии пройдут одна через другую. Будет как-то так. Значит, потом они пойдут дальше. Они будут идти вот по такой линии. Эти самые рожки. Но каждый раз вот этот фронт волны, он до поры до времени будет выглядеть каким-то вот таким образом. Значит, сначала он выглядит таким образом. Что? Ну, 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 да. Да, да, да. Эквидистанта. Да. Если угодно. Вот. Потом вот так. Потом будет происходить еще что-то. Значит, ну, тут эта линия уткнулась, потому что у нас таз с водой как бы ограниченный. Но если мы здесь похватимся и заменим этот таз с водой, например, на на что-нибудь такое, что эта волна может туда утечь, ну, например, это будет не таз с водой, а, например, струна, которую мы дернули, она испустила звук, и этот звук, конечно, может так пойти и туда утечь. Или, да. То есть, например, можно представить, что не входит по эониле эллиптический обруч. Но сначала сплющили, а потом... А потом... ...правильно, правильно. Да, 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 конечно. Мы могли уронить эллиптический обруч, тогда от него пойдут две волны. Одна наружу, она так пойдет, ничего с ней не случится. Она так гладкой останется. А внутрь пойдет такая волна, вот она, да, она пойдет, и потом она спокойно пройдет через то место, куда уронился обруч. Вот. И тогда... ...там эта линия замкнется, вот таким образом. Вот. А после... Значит... Ну, и после этого этот самый... ...это волновой фронт, после того, как он пройдет вот этот... Значит, тут эти рожки опять... Вот этот... эти два рога сольются вместе, исчезнут, и дальше этот фронт пойдет уже неособым образом. Вот. Что тут... Что это за задача, и где тут вообще то, о чем мы говорили раньше? А очень просто. Очень просто. Значит... Мы рассматриваем... Давайте рассмотрим вот что. Так, где тут... Да, ну, можно прямо здесь нарисовать. Вот у нас были функции от какого-то икса. Икса у нас была раньше прямая. Ну, у нас... То есть мы рассматривали функции на прямой, зависящие от каких-то параметров, А, Б, И, С, например. Сейчас мы будем рассматривать функцию ну, не на прямой, но тоже на чем-то очень похожем, на одномерном объекте. А именно, собственно, вот на этом самом излучившем эллипсе. Ну, это был эллипс, там был это эллипс, или это было что-то немножко посложнее, но похожее на эллипс, это не важно. Вот. А именно мы рассматриваем такую... такую функцию. Пусть у нас есть какая-то точка нашего пространства, R2, нашей плоскости R2. Мы берем эту точку, и каждая такая точка определяет некоторую функцию на эллипсе, а именно просто расстояние до этой точки. Да? Что? Ну, давайте... Да. У этой функции есть особенность. Вот на самой этой линии... Давайте будем рассматривать эту функцию только не на самой этой линии, а в других точках. О том, что происходит на самой этой линии, пусть это будет... Забудем. Тогда как выражать... Как себе представить такое условие, что наша точка лежит на волновом фронте, который произошел через время T. Значит, вот у нас есть какое-то время... и я говорил Эпселл, ну ладно, пусть будет T. Вот через время T у нас получался какой-то вот этот самый фронт, какая-то линия. Некоторые точки на ней лежат, некоторые не лежат. Что означает, что наша точка? Вот эта вот лежит на этом волновом фронте. Да. Ну, будем считать, что единичная скорость. от конкретной точки ААА. Ну, все-таки. Вот как это со всеми экваторами сказать? Значит, наша точка, вот эту точку назовем как-нибудь там, например, назовем ее А. Какие должны быть условия? А принадлежит вот там волновому фронту, произошедшему через время T, если существует Х, принадлежащее вот там Эдипсу, такая, что АХ перпендикулярно Эдипсу и дина АХ равна T. Правильно? Вот. Еще это можно выразить так. Возьмем вокруг нашей точки А окружность радиуса T. Тогда эта окружность радиуса T должна касаться Эдипса. Вот. Если она пересекает Эдипс, то действительно есть такая точка на Эдипсе, которая лежит на расстоянии T, но луч, который из нее пошел, он придет не в нашу точку, а вот куда-то сюда, потому что здесь у нас пересечение, а не касание. А вот если касание, то он придет в точности в нашу точку. А еще как можно выразить? Да. А еще как можно это выразить? Еще это можно выразить так. Смотри. Мы берем нашу точку А и определяем функцию ФА. Рассматриваем эту точку как параметр пространства функций на Эдипсе. Рассматриваем функцию ФА из Эдипса. Да? Ну, там, просто функцию. Ну, это какая-то функция. функция это это функция РА РА это функция. Что мы должны знать про что должна найтись точка Х такая, что что эта функция является критической точкой, функции потому что вот когда у нас такая ситуация, то вот эта точка Х является критической точкой функции ФА. Ну, и кроме того, да, вот это условие, собственно, вот условие перпендикулярности, оно состоит в том, что ФА что кто там Х критическая точка функции ФА. Да? И плюс к этому ФА от Х равно Т. Или еще можно сказать так, что число Т является критическим значением функции вот этой функции. Когда мы рассматривали раньше, мы вводили дискриминант. Мы рассматривали дискриминант. Что такое дискриминант? Это множество тех функций какого-то специального вида, а может быть какого-то вида, множество тех функций, у которых есть критическое значение ноль. Если у него есть кратный корень, это то же самое, что у него есть критическое значение ноль. Но, конечно же, Конечно же, вся теория дискриминантов, она не зависит от того, что мы выбрали именно 0. Если мы будем определять дискриминант, скажем, t-дискриминант, как множество тех функций, у которых есть критическое значение t, то вся теория от этого не изменится. Ну, например, на той картинке весь наш дискриминант просто съедет вдоль оси c на t вниз. Вся наука будет точно та же, и все особенности у него будут та же, все картинки будут ровно те же самые. Ну, так и здесь. Значит, здесь мы будем рассматривать t-дискриминант, то есть множество тех функций, давайте я расскажу, где-нибудь напишу, t-дискриминант – это множество функций, таких, что есть критическая точка с критическим значением t. Ну, и вот этот вот волновой фронт через время t, это в точности будет множество таких параметров а, да, множество, значит, этот фронт, это множество таких точек а, что соответствующая функция fa, то есть просто функция расстояния, принадлежит t-дискриминанту, она лежит на t-дискриминанте, то есть функция расстояния имеет критическое значение. Их будет больше. Ну, их может быть, кое-где их будет больше. Ну, конечно, да. Расстояние, да. Каждая точка определяет некоторую функцию, да. У нас есть функция на эллипсе. Конечно, у каждой функции на эллипсе уж точно будет минимум и максимум. А может быть и еще что-то. Мало ли какие бывают функции на эллипсе. Вот, но, по крайней мере, уже две точки точно будут. Вот. Это будет соответствовать ровно тому, что эта вот точка, она, по крайней мере, два раза попадет на волновой фронт. Через какое-то время t, ну, когда вот туда придет от ближайшей точки и еще в какой-то момент, когда туда придет волна из более далекой точки. А может быть, еще несколько раз волна через него пройдет. Ну, вот, да, это, вот, ну, да, ну, мне уже надо заканчивать. Значит, я сейчас объяснил, почему волновой фронт – это то же самое, что дискриминант. Почему, в частности, его особенности такие же, как у дискриминанта. Вот эта линия называется каустикой. Почему это та же самая каустика, что была раньше, это мне придется рассказать в следующий раз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ